приветствую вас дорогие друзья с вами на связи викана сейчас хочу показать вам расклад его чувства чувства вашего партнера это состояние в котором человек не то что вот он знает об этом он как себя чувствует в отношениях человек его подсознательные мотивы в этих отношениях я так понимаю что все таки когда люди встречаются слова словами но всегда хочется заглянуть в святую святых душу человека и вот как раз об этом сейчас будет этот расклад а те кто знает ищет знаки судьбы пожалуйста можете может быть присоединиться к раскладу и может быть что-то полезное для себя узнать либо просто посмотрите пункт расклада который потом можно у меня заказать обратиться ко мне в вайбер либо ватсап контакты есть под моим видео и я сделаю вам такой расклад либо какой-то другой какой вы пожелаете если вы все-таки забудли своих отношениях и бы не доверяйте свою партнеру либо у вас есть какие-то подозрения вы хотите их развеять все таки так давайте будем смотреть состояние партнера в отношениях как он себя видит кстати забыла добавить пишите под видео в комментариях какие бы вы хотели видеть расклады я их для вас сделаем и так состояние партнера в отношениях как он себе видит отношениях как он вообще все это видит аркан колесница принципе он хочет развиваться мне отношения и он видит у него давайте будем говорить у нее далеко идущие планы этих отношениях я может быть буду возвращаться к этой карте еще потому что по одной карте как правило нельзя трактовать да нужно смотреть далее расклад если не будет хватать информации я конечно могу дополнить эта карта подтверждает что мужчина действительно относится к вам с чистой совестью он хочет приложать отношения не удалегают идущие планы соответственно как я сказала ничего плохого и себя он плохо не ощущает в этих отношениях ничего плохого на вас не думает может быть ей что он что-то скрывает скрывает сейчас мы это посмотрим вы знаете в прошлом у него есть что скрывать эта карта прошлого она всегда показывает что может быть у него извините за выражение есть на стороне ребенок такой тоже может быть вот эта карта детства как правилась все правильно трактовать это карты детства также из этой карты детства мы можем трактовать так то что может быть у него искать и страхи с детства страхи здесь может быть какие-то заболевания то что он может скрывать до либо какие-то фобии детства то что пришли к нему из детства вот это может от вас скрывать но это его личное это его личное и также эта фобия также может идти как из семьи почему потому что может быть у мамы с папой что-то было в детстве то что он сейчас не хочет чтобы что-то повторялось в этих отношениях и это называемый психологическом языке возвращение в детство так бывает далее состояние которое вам показывает вот смотрите я вижу что он душат вам полностью не открывает возможно возможно это есть как раз то о чем мы говорим вот эти страхи вот эти фобии может быть он боится что вы об этом можете узнать о чем-то говорится и раскрыть и может быть он хочет казаться намного лучше на самом деле ему не хочется есть найти такие немногословные мужчины да и они никогда наш к женщина говорит ну расскажи мне пожалуйста о своем прошлом и кто-то начинает рассказывать а то так просто не хочет не хочет это рассказывать как правило скрытный очень человек вот таком состоянии себя показывает он может спрашивать о вас может говорить о текущих делах да но о себе он старается больше умалчивать и замалчивать и не рассказывать ни о чем это все о нем а его мысли о вас что он думает о вас ну вы знаете он видит что вы тоже от него что-то скрываете не хотите полностью ему рассказывать не хотите вам рассказывать о себе но он к этому достаточно мирно относится его это не раздражает сразу говорю возможно наступит время и вы ему расскажете но и что такая тоже скрытница такая скрытная дома да то есть ним честно говоря друг друга стоите почему я говорю вы с ним потому что вот это я сейчас говорю для тех кто смотрит этот расклад может быть кто-то присоединился к этому раскладу и возможно как сейчас вот новое слово такой резонирует гармонирует да говорит возможно вам это резонирует в ваших отношениях в принципе по этой карте также видно что человек вам очень мирно настроен и он готов терпеть ваши капризы ваши эти сокрытия всякие да ваши всякие вот эти вот то что вы иногда ведете себя таким образом как бы ему не хотелось но он мирно к этому относится достаточно нормально лояльно вот как настоящий мужчина на себя конечно же тоже не хочет рассказывать многое давайте посмотрим у сексуальное состояние знаете не знаю почему мне выводит карта того что у него в прошлом есть тоже страхи страхи может быть какие-то неудачи и поэтому на самом деле вот все таки вот она подсознание до что она показывает на пока что человек были такие знаете неудачный опыт в этом плане и он боится чтобы он его не повторился с этими страхами нужно работать конечно если конечно это смотреть в раскладе если мне клиент заказывает расклад если мы это видим то соответственно ведемся очень деликатно не заявляем мужчине ничего в лоб да например ну либо женщине эти смотрят этот расклад мужчина и поэтому здесь очень темы деликатное назревает давайте будем так говорить этого сексуальное состояние с те же самые фобии страхи из прошлого из прошлого боится мужчина фиаско потерпеть как бы это банально не звучало такое бывает из прошлого вот эти часто вещи краса не тянутся из прошлого из прошлых отношений может быть из детства как говорится нарушена психика у человека была но здесь вот в основном как по карте детстве я вижу что здесь почему-то мужчина очень много страхов идет страхов зажатость такая неуверенность вам-то он все прощает как говорится на себя вот он строго суден достаточно в сексуальном плане даже какой-то некий такой испуг очень сильный вообще просто боязнь просто боязнь что у него может быть что-то не получится а подсознательные чувства и тюни у есть вообще по отношениям подсознательно он чувствует что все будет хорошо что отношение он будет развивать и будет развиваться эти отношения однозначно понятно будет продолжение эти отношения он будет их продолжать это отношение он это чувствует знаете как говорят человек верит в хорошее вот несмотря ни на эти страхи человек все она верит в хорошие и подсознательно он хочет быть в этих отношениях он хочет быть отношениях и будет развивать и будет делать действия как говорится будет приходить к вам на свидание либо будет приезжать либо звонить кто-то ждет звонка да вот либо приезжать домой мимо всяких користом любовник если это смотрит жена например да вот никто ему не нужно он стремится только к вам вот чем вопрос это подсознательное чувство к человек знаете говорит а я чувствуешь к этому приведет я это знал это подсознательно далее осознанные чувства опять я вижу карту такую нехорошую видите что опять идет вот как только человека спускается вот в яфе будем так говорить у него опять появляется вот эти как сказать не доверяют эти страхи понимаете вот на подсознание нас все хорошо вот как выходим в сознание у нас появляется вот такая неуверенность понимаете ему кажется его ему кажется что вы вы можете обманывать в чем-то вот мы по этой карте вот уже видели видите вот что вы скрытная может быть все таки в таких отношениях нужно быть немножко с человеком более открытые более сердечный более добродушный да потому что то что человек молчит и закрывать не значит что на вас плохо думает он озлоблен это всего лишь говорит о его внутренним подсознательным таком мире который не хочет открывать и не более собственно говоря далее как будут развиваться отношения далее знаете есть надежные те отношения отношения будут однозначно будут развиваться однозначно будет развиваться и нравитесь его и вы ему и очень нравитесь и такая найти отношение вот и несмотря на то что мы это видим сейчас да они откроются он откроется и откроет вам когда-нибудь свою душу и все по себе расскажет чего он боится чего он опасается не знаю что только нужно подождать этот день и поэтому я всегда говорю если мужчина все-таки с вами ведет себя ну либо женщина еще раз повторяю закрывается от вас здесь нужно такой деликатную деликатно себя с ним вести понимаете очень деликатно потому что вот эти фобии страхи как говорится это зажатость из-за этого очень часто не получается отношения почему потому что один закрывается второе закрывается в итоге люди копят какие-то обиды недомолвки просто пара расстается в этих же отношениях я призываю партнера партнершу вернее бы партнера отнестись великой деликатностью с терпением с выдержкой до открыть свою душу и навстречу он тоже откроет свою душу принципе даже можно как-то вот может заглянуть каким-то иным путем душу человеку да ну давайте например таким образом взять его фотографию положить под подушку своего любимого либо любимый да и лечь спать и возможно если у вас есть какие-то вопросы вопросы соответственно этот ответ ответа его чувства к вам придет во сне надеюсь что мужчинам это нужно мужские дни делать понедельник вторник четверг а женщинам нужно это положить фотографию под подушечку сделать такое действие и дождаться во сне ответа это женские дни среда пятница суббота воскресенье соответственно ничего не делал воскресенье мы отдыхаем от всего от всей суеты как говорится и пускай весь мир подождет так что такого был расклад мои дорогие берегите своих любимых будьте к ним терпеливо и все у вас будет хорошо я уверена в этом всего доброго с вами была века на на связи у меня будет еще много интересных раскладов на разные темы все-таки в комментариях напишите какие все-таки расклады вам бы хотелось видеть на какие темы на какие аспекты я для вас их обязательно сделаю всего вам доброго мои дорогие